Привет, друзья. Спецпредставитель России по сирийскому регулированию Александр Лаврентьев пожаловался агентству ТАСС, что Израиль перестал уведомлять российскую сторону о готовящихся ударах по Сирии. А если и уведомляет Россию, то уже после нанесения этих ударов. По факту. И такая ситуация, по его словам, сложилась давно. Еще до начала операции Израиля в секторе газа. Я Александр Кушнарь на канале Ньюс Эйдер. Сегодня, 26 января, расскажу вам, почему влияние России в Сирии на самом деле всегда было не так велико, как это хотела представить сама Россия. Итак, для начала поговорим вот о конкретно этой ситуации. Как же так вышло, что несмотря на договоренности, которые довольно долго существовали между Россией и Сирией, еще с момента вторжения России в Сирию в 2015 году, Израиль внезапно перестал выполнять хотелки России, которые заключаются в том, чтобы Россия заранее получала информацию о том, а где будет работать израильская авиация. Ну что ж, на самом деле здесь объяснение простое. Израиль на самом деле не доверяет России. И это первое. То есть, в израильском руководстве, похоже, догадались, что Россия сливает информацию, которую дают ей израильские военные, своим союзникам на территории Сирии, то есть иранцам. Как известно, Израиль наносит удары по проиранским, а по сути иранским военизированным группировкам, которые действуют на территории оккупированной Россией Сирии, для того, чтобы чинить угрозы в адрес Израиля. Ну и естественно, что в Израиле довольно быстро сообразили. Они уведомляют Россию, а потом выясняется, что вот те объекты или те группировки, по которым должны были быть нанесены удары, куда-то испаряются. По странному совпадению. С чего бы интересно? Ну, наверное, у них открылись телепатические способности. Впрочем, наверное, посидели в израильском генштабе и пришли к выводу. Нет, наверное, дело все-таки не в телепатии, а дело все-таки в том, что непосредственно из Москвы приходит уведомление вот этим группировкам. Покиньте этот район, сейчас по вам будет удар. Вот так это и произошло. Но это только часть объяснения. Другая часть объяснения заключается в том, что Израиль на самом деле не боится России. И это несмотря на то, что в России любят намекать на обратно. Там всегда преподносили отношения России и Израиля как старшего и младшего брата в Ближнем Востоке. То есть, мол, конечно, Россия любит, если что, евреев. И даже вот позволяет им иногда отправлять какие-то религиозные праздники. И даже вот не преследуют, если эти евреи не переходят российского руководства дорогу. Конечно, если переходят, то ясное дело, что лучшее, что ждет еврея, это высылка, а худшее это тюрьма на 30 лет. Но, тем не менее, Израиль должен понимать, мол, что Россия в любой момент может активировать свои рычаги влияния в регионе. И сделать так, что Израиль утонет в терактах. Такая гипотетическая угроза, которая на самом деле по большей части просто мифологизирована в российской пропагандистской, нарративной скрижали, перестала работать. В Израиле поняли, что по большому счету российский тигр бумажный, а не настоящий. И что есть понты, а есть реальность. И вот израильтяне попробовали, так сказать, на практике ощутить, что такое не уведомить Россию, что такое получить от нее какой-то ответ. И пришли к выводу, что бумажный тигр ответа дать не может. Тем более, если у Израиля самолеты F-35 пятого поколения, а у России самолеты Су-35 поколение якобы 4+++, а на самом деле старый ржавый корыто. Ну, может быть, с чуть более новыми ракетами, вот только без радаров на самом деле, которых нет у Су-35. Эти ракеты, опять же, против тех же F-35 просто бесполезны. Ну и тут еще на помощь пришла другая интересная практика. Относительно недавно, вот в прошлом году, летом, выяснилось, что россияне просто реально боятся F-35. Только уже американских F-35. Одно время российские Сушки в небе над Сирией любили баловаться тем, что преследовали американские дроны. Вот даже один из них чуть не сбили с курса. Запускали тепловые ловушки и делали другие нехорошие хулиганские вещи, которые, кстати говоря, привели к падению американского дрона Reaper возле Крыма. Ну, была такая история. Но американцы подумали, что нужны меры, которые покажут России, что нельзя играть с огнем, нельзя играть с державой, которая на порядке в технологическом и военном плане превосходит Россию. И появились вот в этом регионе F-35 и начали брать в цель российский Су-35. Пилотам Су-35 это очень не понравилось. Они-то не видят F-35, а пилоты F-35 их очень хорошо видят. И после этого всякие провокации против американских дронов почему-то пропали. И вот на этом фоне, опять же, оказывается, что Россия очень недовольна тем, что американцы теперь уже перестали согласовывать с Россией удары. Ну, в смысле, уведомлять их заранее. Просто берут и проводят операции на территории той же самой Сирии. И вот получается, Израиль задвинул Россию, Америка задвинула Россию. И выясняется, что большой миф России о том, что именно она хозяйка в Сирии, рухнула у нас на глазах. А это при том, что на самом деле на выстраивание этого мифа Россия потратила огромные деньги. И не только пропагандистские, если мы говорим вот именно о вооружении. Ведь в 15-м году Россия вторгла в Сирию отнюдь не для того, только лишь чтобы помочь своему другу Башару Асаду. Хотя, разумеется, и это тоже. Россия вторгла в Сирию для того, чтобы испытать там свои вооружения, которыми она потом собиралась бомбить. Такие вот постсоветские страны, как Украина и Грузия, которые решили повернуть в сторону Европы. Ну, а потом уже однажды, вероятно, бомбить и страны НАТО. Да, против несчастных людей, которые не получили ни ПВО, ни вообще никаких вооружений, а имели только автоматы, по большому счету, и немножечко противотанковых орудий, российская авиация, как мы знаем, была успешной. В смысле, да, погубила огромное количество человек, разрушила целые города, заставила миллионы людей бежать из Сирии, а часть из этих вот настроенных против Башара Асада людей загнала в сирийскую провинцию Идлиб. И опять же, Идлиб, неподконтрольная Асаду и России, существует только благодаря Турции, которая в свое время, при попытке задавить вот этот вот последний анклав для сирийских повстанцев, провела сокрушительную военную операцию, длившуюся неделю против наземно-сухопутных сирийских войск, и, возможно, против вагнеровцев. Впрочем, против вагнеровцев турецкие беспилотники, как мы знаем, работали и в Ливии, и там тоже были очень успешны. Но это отдельная история, а суть заключается в том, что Владимир Путин в свое время сказал, что в Сирии Россия тренируется на женщинах и детях. Ну вот выясняется, что на женщинах и детях Путин может тренироваться, а вот на американских и израильских самолетах страшновато. На самом деле, если бы у России реально имелась бы хоть какая-то инструментальная база для ответа, что Израилю, что Америке, конечно, она бы эту базу задействовала бы. Но поскольку этой базы нету, то ни Израиль, ни Соединенные Штаты могут не выполнять так называемые соглашения с Россией о деконфликтации в Сирии. А эти соглашения как раз предполагали, среди прочего, уведомлять заранее о тех или иных операциях. Но давайте посмотрим на ситуацию еще шире. А что на самом деле есть у России из военного инструментария, который мог бы, как последняя и главная козырная карта России, разыграна в этой вот ситуации. А ничего у России нету в Сирии на самом деле. Та база Тартус, которая там есть, ну и, возможно, еще парочка небольших, так сказать, клочков, которые там контролирует Россия с помощью своих военных, это и все. Но это может быть уничтожено в течение нескольких часов в рамках сокрушительной и стремительной операции тех же Соединенных Штатов. Да, военно-морская база у России есть, и эта база для России имеет стратегическое значение в том плане, что является выходом России в Средиземноморье. Но вот проблема. База Тартус на самом деле не приспособлена для того, чтобы держать там достаточно долго, какие бы то ни было подводные или надводные корабли. То есть, да, они там могут останавливаться, они могут там пребывать какое-то относительно небольшое время, возможно, несколько месяцев, возможно, в рамках года, но долго они там быть не могут, потому что таким вот крупным и сложным машинам, как субмарины, как, допустим, крейсеры или фрегаты, условно говоря, требуется действительно полноценное обслуживание, ремонт и так далее. Этого всего на сирийской российской базе Тартус делать не умеют. Именно по этой причине Россия в последний год-полтора-два вынуждена постепенно выводить один за другим военные корабли именно из Тартуса, то есть из Средиземного моря. Россия просто бежала из этого моря. И таким образом продемонстрировала в очередной раз, что она пустышка, колосс на глиняных ногах, у которого претензии на регион есть, а сил для того, чтобы держать регион, совершенно нет. Вот у Соединенных Штатов и их союзников в Средиземном море десятки и десятки действительно мощных и эффективных кораблей. А у России, оказывается, их вообще нет. Когда возникла вот эта вот история с двумя авианосными группами Соединенных Штатов возле берегов Израиля, Россия куром на смех запустила информацию о том, что якобы вот у нее там вот в Средиземном море есть пара кораблей. И она, так сказать, в рамках демонстрации силы эти пару кораблей и запустила. Правда, почему-то никто эти корабли не видел там. Может потому, что они были, ну, примерно как муха на стекле. Придавить жалко, а толку никакого. Ну, разве что жужжит и уху мешает. Но, с другой стороны, когда муха долго жужжит, к ее звуку тоже привыкаешь. Ну, вот, видимо, и Соединенные Штаты, не обращая внимания на эту муху, привыкли к ее жужжанию. А ведь у России, на самом деле, были очень большие планы. А план заключался в том, что она собиралась использовать свою сирийскую базу Тартус именно для того, чтобы участвовать более интенсивно в полномасштабном вторжении в Украину. То есть, есть Черноморский флот, а есть флот в Средиземном море. И вот оттуда, из Средиземного моря, из базы Тартус, по замыслу Владимира Путина, который развернул этот план еще до вторжения в Украину, во время вторжения в Украину некоторые из кораблей должны были бы выходить из Средиземного моря в Черное море и таким образом служить дополнительной поддержкой Черноморскому флоту. Но тут открылась другая проблема. Есть такая страна Турция, член НАТО. И у нее по конвенции Монтрео есть право закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для тех стран, которые участвуют в военном конфликте. Вот она и закрыла. Закрыла для России, для российских военных кораблей эти самые два пролива. И как Владимир Путин не умолял Эрдогана все эти месяцы и даже, получается, годы открыть проливы, он не согласился. Итог заключается в том, что Россия так и не смогла реализовать свой военно-морской потенциал в рамках базы Тартуса и вообще Средиземного моря для того, чтобы поддержать боевые действия в Черном море. Тем временем Черноморский флот оказался бит украинскими дронами и ракетами, так что теперь запуган и зажат по углам и теперь фактически небоеспособен, потеряв около 16 крупных военных кораблей. Ну вот и все. Россия бежала из Средиземного моря. Россия фактически потеряла флот, ну если говорить о утрате фактически его потенциала, в Черном море, Россия сейчас ничего не может сделать с Америкой и с Израилем, которые поставили ее в угол и указали ей на место над территорией Сирии. И это несмотря на то, что Россия вроде как гарантирует безопасность Ассаду и Ирану и, соответственно, не может защитить своих союзников, в первую очередь иранских. Ведь нужно помнить, что Иран для Израиля главный враг и, конечно, одна из тех вот козырных карт для Ирана, которые у него есть в регионе против Израиля, это возможность гулять по сирийской территории его, иранским бандам, так, как вздумается. Ну вот мы видим, как на протяжении многих лет, особенно в последние пару месяцев, во время операции Израиля в отношении Хамас, израильские самолеты все чаще наносят все новые и новые удары по сирийской земле. В частности, по аэродрому в Дамаске, куда прибывает и прибывает оружие из Ирана, и это оружие в том числе, ну, раньше, по крайней мере, шло Хамасу. Все новые и новые высокопоставленные иранские командиры гибнут. Командиры КСИР разного профиля. Вот, например, недавно израильские военные самолеты пришили иранского главного разведчика в Сирии. И вот, наверное, с этим и связано это заявление Лаврентьева. Видимо, Иран уже пожаловался просто-напросто Москве. Пожаловался на то, что, видите ли, как же так, перестал Тегеран получать от Москвы заведомые уведомления о том, куда Израиль будет нанесить удары. Но, конечно же, все это показывает и еще один важный момент, что на самом деле Израиль, по большому счету, никогда не был никаким другом для Владимира Путина. Да, порой мы видели, как премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху делал те или иные реверансы в адрес Москвы. И даже в свое время ездил на 9 мая к Путину и даже цеплял Георгиевскую ленточку. И это при том, что на тот момент Россия уже анексировала Крым и была отпетой, теперь уже доказанной военной преступницей, которая сначала сожрала часть Грузии, потом пошла и в Украину, и отожрала у нее часть территории, потом пошла, как известно, в Сирию, устроила там самый настоящий геноцид сирийского народа. Но Нетаньяху все это не беспокоило. Он делал жесты. Вот эти самые жесты, красивый па, то, что так Владимиру Путину нравится, вот это видимое уважение. Но выясняется, что все эти символы на самом деле были просто-напросто пустышкой. Пустышкой, которая нацелена на то, чтобы Владимир Путин думал, что Израиль его уважает. Но как только выяснилось, что на самом деле нет никакого смысла вот в этих па, и когда выяснилось, что от России никакой пользы, а только один вред, эти па прекратились. Ну и теперь Израиль действует так, как и нужно действовать. Да, он по-прежнему, не сказать, что сильно разругался с Россией, но вот мы видим охлаждение отношений. Когда, например, правительство Израиля уже во главе с Бенемином Нетаньяху публикует официальное сообщение, в котором говорится следующее, что Израиль выражает России крайний и крайний протест против того, что Россия заигрывает с главными врагами Израиля. В первую очередь с иранским режимом. Ну и, конечно, с режимом Хамаса, с руководителями этой террористической организации, которые отправились в Москву сразу после начала операции Израиля в секторе Газа. И выяснилось, что Путин не может помочь Хамасу. Впрочем, не может Путин помочь и Хуситам. Впрочем, не может Путин, как следует, помочь и Ирану. Впрочем, на самом деле, это скорее Иран больше помогает даже Владимиру Путину, передавая ему шахеды, которыми затем Путин убивает украинских женщин и детей. Так вот, мораль сей басни такова. Не нужно полагать, будто Россия может дать ответ. Если у вас есть хорошая армия, если у вас есть хорошая сила, если у вас есть потенциал для реального применения этой силы, и если у вас есть политическая воля, чтобы ее применить, Владимир Путин затыкается. А его шавки вынуждены жаловаться российским прокремлевским агентствам на то, что Владимира Путина больше не уважают даже те, кто, казалось бы, еще вчера вел себя так, будто он пытается заискивать перед Владимиром Путиным, будто он пытается искать его внимание, будто он пытается добиться его расположения. Нет. Все эти израильские танцы, на самом деле, оказались всего лишь навсего уловкой, красивой ширмой, за которой крылось четко понимание, что Россия – это враг. Но такова уже история Ближнего Востока. Относись к своему врагу так, как будто он друг. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с Ньюсейдер. Я напоминаю, что вы можете поддержать наш канал через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, новый банковский счет с соответствующими реквизитами. А также, конечно, как всегда, суперспасибо от YouTube, а это кнопка в виде сердечка под каждым нашим видео. До скорого!